Расскажите, пожалуйста, о чем же говорят ИЧАРы на вроде как техническом форуме? Мы сейчас хотим привлечь внимание к проблеме, что у нас ИЧАРы и специалисты по информационной безопасности общаются только когда уже что-то случилось. Основные проблемы и такие технические задачи можно решить еще до того, как произошел инцидент, и это все происходит через взаимный диалог между ИЧАРами и специалистами ПИБ. Поэтому мы хотим поговорить о том, на какие вопросы, на какой стадии развития компании стоило бы ответить взаимно ИЧАРам и специалистам по информационной безопасности для того, чтобы вместе работать над одной задачей обеспечения собственно этой безопасности. Мы общались с Натальей Касперской, и она выдала такой тезис о том, что с началом пандемии, с переходом людей на удаленку возникла проблема именно перед кадрами. Как понять, что человек сидит, работает на вашей практике? Случились ли какие-то изменения с приходом тех условий, в которых мы сейчас живем? Ну, конечно. Это потребовало очень больших перестроек и в самом менеджменте. Это потребовало чуть больше микроменеджмента со стороны руководителей, потому что надо очень четко ставить задачу и контролировать исполнение, иначе ты можешь получить через какое-то время совершенно не тот результат, который ожидаешь. У тебя в моменте даже нет возможности быстро подправить. Если ты раньше проходил в коридоре, мог заглянуть, быстро задать вопрос или уточнить, что происходит, то сейчас такой возможности нет. Чтобы тебе показать результат, человек должен уже сделать документ, а потом поделиться своим экраном и показать, что он делал. В этот момент уже может оказаться поздно, и совершенно понятно, что это не то, к чему нужно было идти. Поэтому все это потребовало пересмотра того, как работают люди, как ставим задачи, как проверяем исполнение. Новые лидерские компетенции у менеджеров должны были уже сложиться, и у многих сложились, и у сотрудников в том числе, потому что сотрудники, они должны понимать, в какой компании они работают. Вот если он сидит дома, смотрит на одни и те же стены, сейчас можно даже уволиться, не вставая с кресла. Тебе курьер привезет ноутбук в обмен на трудовую книжку, и как понять, на какую компанию ты в данный момент работаешь. Здесь на HR совершенно такая глобальная задача обеспечить ощущение, что человек работает именно в этой конкретной организации. И еще проконтролирует, работает ли он. Вот для этого мы развиваем класс систем, которые анализируют именно рабочее время сотрудника, для того, чтобы понять, как ему помочь. Потому что с уходом на удаленку мы все стали работать не меньше, а наоборот даже больше. Работа пришла к нам домой и там осталась. И здесь очень важно понять, как не пропустить момент, когда какому-то сотруднику нужна помощь, а он об этом ничего не говорит. Вот у нас 75% сотрудников — это парни, программисты, средний возраст, 29 лет. И это люди, которые не очень охотно будут рассказывать о том, что они испытывают в качестве переживаний сейчас. И вот если мы не понимаем, в какой момент они суперперегружены, с ними что-то происходит, и там могут быть различные риски для организации. Это могут быть ключевые сотрудники, потеря каждого из которых, но она прям существенна для бизнеса. И наша задача здесь не просто даже отслеживать, работают они или нет, а понимать, в какой момент вот эти вот риски можно увидеть, чтобы обеспечить как раз непрерывность производства. Я правильно понимаю, что вы в том числе используете какие-то технические средства для мониторинга состояния сотрудника, назовем это так? Да, мы сейчас используем нашу внутреннюю разработку Solar Advisor — это продукт, который нам помогает как раз понять, где вот эти вот риски, проанализировать, чем один сотрудник, например, эффективный, отличается от неэффективного именно своим цифровым поведением. Как они работают, какими приложениями пользуются, как, например, руководитель может управлять коллективом, исходя из того, что знает об этих людях. То есть это продукт, который мы внутри пытаемся применить для того, чтобы обеспечить именно, повысить эффективность процессов наших. Мы очень быстро выросли, у нас процессы не всегда успевают за ростом бизнеса, и мы здесь должны вот эти вот узкие места все знать и уметь с ними работать. На ваш взгляд, насколько этично следить за сотрудниками? У нас же везде стоят видеокамеры. Вот это этично или нет, что они за вами наблюдают? Мы к ним привыкли, они не принимают, ну, после этого никаких санкций обычно не следует. Вот с этим то же самое. Если после этого к сотруднику никто сразу не приходит и не говорит, ага, я знаю, что ты два часа не работал, то сотрудник будет продолжать вести себя естественно. И как только ты начинаешь использовать информацию во благо для того, чтобы помогать сотрудникам, то этот вопрос снимается сразу же. Естественно, само ощущение того, что есть кто-то, кто видит все, что ты делаешь, оно некомфортное, но если никаких последствий не возникает, то ты начинаешь вести себя естественно. Любая репрессия приводит к тому, что люди начинают манипулировать и пытаться обмануть систему. Последний вопрос. Люди – это все-таки главная угроза для бизнеса или это главная его ценность? Вот мнение HR-ов. Любой HR, наверное, скажет, что ценность, а безопасник скажет, что угроза. Это просто с какой стороны посмотреть. Мы, конечно, пытаемся какое-то общее мнение сложить. И вот для этого как раз сегодняшний наш диалог с информационным безопасностью, сотрудниками, которые этим занимаются, для того, чтобы как раз найти такую золотую середину, когда ты понимаешь, что да, есть риски, но без людей, которые работают в компании, мы ничего не сделаем. И насколько они будут отдавать свою энергию на общее дело, ну, зависит успех нашей организации. Поэтому мы все работаем на успех организации, а дальше все остальное – это просто инструменты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!